Здравствуйте, дорогие партнеры, лидеры, гости, если есть таковые. Меня зовут Аханова Алиян, я представитель бронзовой команды лидеров компании Beverly Club. Я хочу поблагодарить сегодня Зауреш за предоставленный мне эфир. Тема моей сегодняшней лекции, сегодняшней школы, это типичные вопросы-возражения на продукцию компании Beverly Club. И сегодняшнюю свою школу я хочу провести цитатой. Под цитатой, эпиграфом к моему выступлению является цитата из книги Ли Николая Николаевича «Пять встреч», которая звучит следующим образом. Узнав и выучив умные ответы на типичные вопросы-возражения, ты сможешь стать почти гением этого бизнеса. Мы с вами находимся в MLM-индустрии, и мы все время говорим, что наш бизнес – это бизнес-отношения. Основным родом занятием нашего является взаимоотношение с окружающими нас людьми, с близкими, иногда не совсем близкими людьми. И условно эту нашу аудиторию мы можем разделить как минимум на две группы. Ну, так скажем, интроверты, экстраверты или оптимисты и пессимисты. Но я больше благодарна людям, у которых стакан наполовину пуст, потому что они очень осторожно заходят в наш клуб, становятся членами нашего клуба. У них до вступления в наш клуб есть очень много вопросов. И масса вопросов у них по продукции нашей. И вот с некоторыми, с некоторыми только из них, с ответами на эти типичные вопросы-возражения по продукции, я хочу сегодня с вами поделиться. Одним из самых таких, скажем, каверзных вопросов, который очень часто звучал в самом начале образования нашего клуба, связан со взрывом в 2011 году на острове Фукусима. И люди задают вопрос, не повлияло ли этот взрыв на качество нашей продукции, нет ли радиоактивного заражения в нашей продукции. Я с уверенностью могу сказать, что нет, заражения нет. И подтверждением, аргументами к этому является ряд причин, ряд ситуаций. Первое – это географическое расположение. Наша продукция, сырьем для нашей продукции являются кораллы, которые добывают у южных берегов Японского моря, в перфектуре Окинавы. А взрыв произошел на острове Фукусима, который расположен на востоке Японии. Перфектура Окинавы, острова Окинавы, омываются внутренним Японским морем, а острова Фукусима омываются Тихим океаном. Я хочу поделиться с вами и сказать, что воды Японского моря на 5 метров выше вод Тихого океана. Они соединяются между собой с Ангарским проливом. К тому же в Ангарском проливе течение направлено с запада на восток. Вот эти все вещи, они исключают радиоактивное заражение вод внутреннего Японского моря. Но для нас, для жителей степей, моя фраза, что воды Японского моря на 5 метров выше вод Тихого океана, кажутся немножечко неправдоподобными. К тому же мы в школе проходили принцип сообщающихся сосудов, и мы знаем, если воды между собой соединяются, налить в один сосуд, то уровень воды во всех сосудах должен быть одинаковый. Но наша планета, она содержит, скажем, такие вот уникальные места. Подтверждение к моим словам может быть тот факт, что на земном шаре существует 8 мест, где воды между собой не соединяются. Это происходит из-за разной плотности воды и из-за разного состава соли. Между ними четкая такая граница, которую видно визуально. Между ними даже образуются некие волны в виде барашков. И вот это явление даже описано в Коране. Поэтому то, что воды внутреннего Японского моря на 5 метров выше Тихого океана, это аксиома, это истина. Ну и такой вот косвенный пример, что после взрыва на острове Фукусима жители мигрировали именно в перфектуру Окинавы, как самое отдаленное и самое благоприятное место в Японии. Также косвенным доказательством того, что радиационного заражения нету, это то, что также в 2011 году Япония подала себя во Всемирную организацию Олимпийских игр, как страна-претендент на проведение этих игр. И в 2013 году из трех стран Всемирная Олимпийская организация выбрала именно Японию. Но в 2020 году Олимпийские игры не состоялись и не потому, что там было радиационное заражение, а они состоялись, и вы все знаете, по причине Всемирной пандемии, Всемирного карантина. Но человечество приспосабливается ко всему. Мы потихонечку привыкаем жить в состоянии вот этого Всемирного карантина. И, к счастью, игры, Олимпийские игры в этом году произошли, хотя под эгидой Токио 2020 год. Хотя были пустые и полупустые залы, но тем не менее Олимпийские игры прошли. И к вашему сведению я хочу сказать, что некоторые виды водного спорта проходили именно в перфектуре Фокусимы. Если была бы, скажем, опасность заражения, разве бы человечество допустило это? Разве оно провело бы там Олимпийские игры? Но самый лаконичный ответ, что наша продукция качественно не имеет радиоактивного заражения, это знак GMP, который стоит на каждой нашей продукции. Это доказывает о том, что наша продукция качественная, начиная от сырья, заканчивая всей цепочкой технологического производства. Даже можно не вдаваться в эти географические подробности, которыми я с вами поделилась, и всем оппонентам, которые сомневаются в качестве нашей продукции, показывать этот знак GMP. Я думаю, что я осветила этот вопрос и полностью ответила, что радиационного заражения на нашей продукции нет. Второй вопрос прозвучал из уст моей родственницы. Когда я ее пригласила на презентацию, она всю презентацию как-то напряженно слушала, какие-то моменты вроде ее не устраивали, но выйдя с презентации она не поделилась. Потом через 24 часа, когда мы с ней списались о WhatsApp, она мне целый, знаете, такой пост прислала на WhatsApp. Мне кажется, этот человек был действительно не только на половину стакана пост у него, а гораздо больше. И она выискивала. Какой бы аргумент мне такой сказать, чтобы убедить меня и сказать, ваша продукция не совсем качественная. Речь идет о том, что существует версия, что кораллы вымирают. Они подвергаются бледной смерти. И якобы в защиту вот этой тенденции, вот этого явления, в 2020 год был объявлен, фэшн-индустрии превалировал белый цвет в поддержку вот этой бледной смерти кораллов. Ну, мне кажется, белый цвет, он всегда в тренде, это классика. Из-за этого фэшн-индустрия сделала его главенствующим цветом или нет, это я не знаю. Но вот то, что кораллы подвергаются бледной смерти, к сожалению, такое явление есть. Это происходит из-за глобального потепления на земном шаре. Но я вас хочу успокоить, это явление обратимое. Что происходит? Опять-таки, мы не жители морей и океанов, мы степные люди, но тем не менее мы понимаем, что есть такое понятие, как прилив и отлив. И когда случается отлив, кораллы не омываются водой, и они подвергаются разрушению под воздействием солнца. Когда случается вновь прилив, кораллы покрываются водой, то это явление обратимое, кораллы вновь восстанавливаются. Такой момент есть, но это не такой глобальный вопрос, чтобы на основании этого судить о некачественности нашей продукции. И к тому же кораллы очень многоцветные. Цауреша, если можешь, полистала бы мою презентацию. Кораллы есть разных цветов, и это в свою пользу используют в ювелирной индустрии. Кораллы бывают и белые, и зеленые, и синие. И есть даже женщины, которые любят одежду коралловой, именно цветы, это красные оттенки. Это все разноцветия наших кораллов происходят из-за микроорганизмов, которые живут именно в этих водах, которые превалируют. Наша продукция, она добывается именно из белых кораллов. И с нашей продукцией, с нашим сырьем все в порядке. И в подтверждение того, что я сказала, что было не голословно, я хочу сказать, что завод-изготовитель, в частности, Шеседа Фармацевтикал Компани, помимо знака качества GMP, еще и удостоена вот такого вот звания ПИКС. Это не совсем знак, это знает, это своего рода элитарный клуб, ценители качества фармацевтической продукции. Это вот те страны, те фармпроизводители, которые получили знак GMP, они завоевывают такой вот бонус, что если они сказали, что у них продукция качественная, что их сырье качественное, то можно им верить на слово, можно не спонсировать туда экспертов, не отправлять туда инспекцию для проверки. То есть вот Шеседа Фармацевтикал сказала, что мы будем омегу-3 производить из брюшка рыб, именно глубоководных рыб, холодных морей, значит, так оно и будет. Они не будут забирать ее, вырабатывать, изготавливать омегу-3 из печени. Это вот Шеседа Фармацевтикал Компани является членом вот такого вот элитарного клуба. Это тоже подтверждает о качестве нашей продукции. Следующий момент, который я хочу осветить, это не совсем вопрос, это посыл. Это мой посыл партнерам нашей компании, лидерам. Я хочу обратиться и сказать, мы являемся членами очень такого солидного клуба Беверли Клаб. Президентом нашей компании является тоже очень солидный, уважаемый человек Ли Николай Николаевич. Производитель нашей продукции всемирно почитаемая, уважаемая страна Япония, высоких технологий. И производитель нашей продукции это завод Шеседа Фармацевтикал Компани, который я вот в предыдущих вопросах осветила, что и знак GMP, и члены элитарного клуба Пикс. И поэтому хочу обратиться и сказать, давайте мы тоже будем солидными и достойными. Часто в наших роликах, в Ватсапе, как доказательство, что наша продукция качественная, пускают вот такой ролик, поджигают кальций, не наш, допустим, глюканат кальция, и при подогреве там образуются, как на картинке, некие такие пористые черви, и хотят на основании этого доказать, и голос, причем за кадром, говорит, обратите внимание, какой кальций вам предлагает отечественная формация. А вот наш кальций, он гораздо лучше. Я хочу сказать, что это обычная химическая реакция. Любой оксид кальция при подогревании, он будет вести себя именно так. Этот феномен известен под названием фараоновой змеи. Существует легенда, что в свое время царь Моисей в споре с египетским царем не мог никак одержать победу, и, как последний аргумент, он ударил посохом об землю своим жезлом, и жезл превратился в змеи. Египетский фараон был удивлен, испуган, и тем самым Моисей смог вернуться к себе на родину. В то время была алхимия, постепенно алхимия превращалась и в химию, и лишь в XIX веке химики смогли произвести вот этот химический опыт, близкий к этой легенде. Возможно, в свое время царь Моисей тоже использовал что-то из кальцисодержащего продукции, при подогревании образовались вот такие змеи. И когда я говорю про это, мне на ум приходит басня Крылова «Моська и слон». Когда слона по улицам водили ради рекламы, а моська, собакочка маленькая, кидалась она слона, и она думала, что она управляет тем самым слоном, и ей казалось, что окружающие должны ее зауважать, что она такая маленькая собака кидается на слона. Так вот, я хочу сказать, давайте будем теми самыми слонами, не будем уподобляться этой собачке моське, не будем свою энергию, свои действия направлять, чтобы очернить какие-либо другие кальцисодержащие продукты. У нас очень достойный продукт, поэтому я вас призываю всех вас быть маститыми слонами. Будьте уверены в качестве нашей продукции. Это вот был мой такой посыл для партнеров нашей компании. Следующий вопрос, он часто звучит из уст людей с нетобразованием, докторов, потому что они знают биохимию, которая происходит в нашем организме, и как аргумент вне пользы нашей продукции, они просят, а вот докажите, что ваш кальций именно ионизированы, потому что они знают, что кальций в клетке может попасть только в ионном виде. Вот чтобы у вас был такой вот хорошо подготовленный ответ на этот вопрос, я хочу маленький экскурс в биохимию, физиологию нашего организма. Все сакральное в нашем организме, все биохимические реакции происходят именно внутри клетки. Клетка имеет мембрану, мембрана через мембрану имеют поры, и все питательные вещества проходят именно через эти поры. Эти поры настолько малы, что их называют ионными оконцами. Так вот, все питательные вещества, вся пища наша, попадая в организм, распадается в желудке на питательные вещества, жиры, белки и углеводы. И в отделе тонкого кишечника с помощью крови она всасывается, доставляется до каждой клетки нашего организма. В клетку даже жиры, белки и углеводы не попадают в виде молекул, в виде этих конгломератов. В свою очередь углеводы распадаются на аминокислоты, жиры распадаются на жирные кислоты, углеводы распадаются на моносахариды, в частности на глюкозу. И вот в такими вот мелкими частицами они проникают внутрь клетки. А минералы, они не видоизменяются, они распадаются на ионы. Когда мы рекомендуем наш продукт рассасывать под языком, рассасывается, растворяется он под воздействием слюны человеческого организма, слюна – это уже вода, всасывается через слизистую полость рта в русло крови. Кровь – это жидкость. И в кровяном русле все минералы, все элементы курсируют в виде электролитов, то есть в виде ионов. И, соответственно, до клеточки они уже попадают в виде ионов и проникают через эти ионные оконца, попадают внутрь клетки, где они выполняют свою функцию – строительную, защитную, какую-то монтирующую функцию, или же в виде депо хранятся для выполнения следующих реакций. Поэтому будьте уверены, что наша продукция, хоть она и содержится в молекулярном виде, попадая в наш организм, обязательно распадется на ионы и попадет внутрь клетки. Ну, когда другие компании, вот я в предыдущем своем выступлении говорила, не надо нас сравнивать ни с кем, тем не менее оговорюсь, некоторые компании, предлагая своей кальциосодержащей продукции, именно растворяют ее в воде и показывают и говорят, вот, смотрите, наш кальций именно ион, и поэтому он лучше усваивается. Я вот вам привела пример и доказываю, что любой кальций, попадая в организм человека, обязательно распадется на ионы и в ионном виде попадет внутрь клетки. Следующий вопрос. Его тоже задают очень часто. Это может ли повлиять кальций, причины для образования камней в почках и холестериновых бляшек в наших сосудах? Чтобы ответить на этот вопрос, я вам хочу сказать, что образование камней в почках, причины для образования камней в почках множество. Это могут быть и воспалительные какие-то реакции, и какие-то патогенетические изменения в структуре почки, в чашечках, лоханках, мочеточники, которые идут от почки к мочевому пузырю. Какие-то вот патогенетические изменения, они уже могут спровоцировать образование камней в почках. Также наша гиподинамия, малоподвижный образ жизни тоже может спровоцировать, что кровь, которая поступает в почки, она будет там кристаллизоваться, образуются камни. Малый объем воды, неподдержание водного баланса нами. Все эти причины могут послужить причиной образования камней. Что же касается кальция, я вам отвечу так. Вот есть такой парадокс. Камни тоже по своей структуре делятся на несколько групп. Самыми распространенными являются оксалаты и ураты камни. Это остатки мочевой кислоты. Так вот, если в нашем организме наблюдается дефицит кальция, то оксалатов и уратов, остатков мочевой кислоты в нашем организме превалируют. То есть это ведет к образованию камней. Если же нету дефицита кальция в нашем организме, достаточно, то оксалаты выводятся из нашего организма именно кальцием. Кальций связывается с оксалатами и выводится с нашего организма. Поэтому вот, если есть дефицит, то склонность к образованию камней в нашем организме гораздо выше, нежели когда достаточно кальция в нашем организме. Что же касается холестериновых бляшек, то здесь мы вернемся опять к знаку GMP. Он зеленого цвета. А это говорит о том, что наша продукция, она природного происхождения. А в образовании холестериновых бляшек принимает участие сам холестерин. А холестерин – это жир, это жир, который мягкий. Если наши сосуды эластичные, если там нет никаких сужений, нет никаких образований на стенках наших сосудов, то и еще главное, что если у нас реология крови хорошая, кровь жидкая, то потоком крови этот липид проносится и остается там, где надо, и не образуются холестериновые бляшки. А если же кровь густая, если реология плохая кровью, если в нашем организме очень много химических каких-то, скажем, остатков, если мы употребляем кальций синтетического химического происхождения, если мы состоим на учете, на диспансерном учете узких специалистов и принимаем помимо наших БАДов еще кучу других лекарственных препаратов, конечно же, все это способствует образованию именно холестериновых бляшек. То есть здесь надо делать акцент на том, что наша продукция природного происхождения, и это не является причиной для образования холестериновых бляшек. Помимо этого мы знаем, что употребляя нашу продукцию, наши сосуды, наши связки, наша соединительная ткань, вся она омолаживается, сосуды становятся эластичными. То есть это профилактика образования холестерина в нашем организме, холестериновых бляшек. И еще два вопроса наиболее часто задают оппоненты, когда мы проводим рандеву. Как можно в такую маленькую таблетку соединить 60 элементов? Какой химик потрудился, чтобы взвесить отдельно медь, взвесить отдельно цинт, фосфор и так далее, и все соединить в эти маленькие таблетки? Ответ на этот вопрос вообще лежит на поверхности. Здесь даже задумываться не надо. Наше сырье, наше сырье – это коралл. Это, опять-таки, повторюсь, это природного происхождения. Коралл, находясь в воде очень много-много лет, из воды, из морской воды впитывает в себя все минералы. А мы знаем, что все источниками для минералов является это в первую очередь вода и грунт. Поэтому коралл насыщается всеми минералами именно с морской воды на протяжении очень многих лет. По своей сути, коралл – это не камень, это не какое-то чудное растение, это животное. То есть остов, хребет, позвоночник этого животного состоит из карбоната кальция, а все остальное – это органика. Значит, это тождественно нашему организму. И вот на брак из воды все минералы, все 60 минералов, он представляет собой такое уникальное сырье. И производителям Шоссеидо Кармасиотикал Компани осталось только обработать, добавить туда фосфопептиды коровьего молока, добавить туда стерокальций, диоксид кремния. Учли они то, что мы находимся в пендемической зоне нехватки йода, добавили йод, и таким образом такая уникальная продукция пришла на наш рынок с 60 минералами, с 60 элементами. И следующий вопрос, он схож с предыдущим, когда мы на своих презентациях, на рандеву рассказываем и говорим, что наша продукция, наш БАД помогает при более чем 150 заболеваниях. Тоже у многих скептиков возникает вопрос, как может при разных диагнозах помочь один кальций. Здесь я хочу сделать такую ремарку и попросить опять посыл отправить всем партнерам и сказать, давайте избавим, искореним из своей лексики название японский кальций. Это некорректное название. Правильно называть наш продукт минеральный комплекс с 60 минералами. Если мы будем правильно употреблять, мне кажется, даже этот вопрос не возникнет у наших оппонентов. Вот и все, 60 элементов в нашем комплексе, поэтому они воздействуют на все органы и ткани нашего организма. Ведь в общем, если объединить, то все минералы выполняют следующую функцию. Первая – это строительная функция. Вторая – это сократительная способность мышц и в первую очередь мышцы сердца. Третья – это проводниковая функция, то есть проводит нервные импульсы. И четвертая – это способность ощелачивать наш организм. И у каждого элемента еще определенная функция в нашем организме. И если мы употребляем такой замечательный бар, конечно, мы получим улучшение в нашем организме. Конечно, мы выведем многие хронические заболевания в стадию ремиссии. Безусловно, мы запустим резервные функции нашего организма и оздоровим наш организм. Вот такие вопросы, типичные вопросы возражения на нашу продукцию, которые чаще всего мы слышим на своих рандеву и презентациях. Если будут еще какие-то неудобные вопросы, можете обращаться. Мои телефоны можете взять у лидеров нашей структуры. И мы вместе с вами осветим эти неудобные вопросы, найдем на них лаконичный обязательно ответ. Зауреша. Если у наших... Спасибо, Лястабалдиевна. Да. Если у наших... Да, если у вас остались вопросы... Да. Давайте вместе разберем. Я включила вам функцию «Включить звук». Пожалуйста, поднимайте руку и друг за другом можете задавать вопросы. Вы можете включать свой микрофон и также выключать. Попробуйте. Я вижу, что к нам присоединились люди с Россией и не только с Казахстаном. Поэтому, если есть вопросы, не стесняйтесь. У меня такой вопрос. Многие сомневаются, что это именно производство Японии и говорят, что это сделано в Казахстане. Так. Это действительно Япония. На этот вопрос, наверное, красочно и хорошо могут ответить все лидеры нашей компании. Когда мы в 2020 году были все в Нур-Султане на события и приезжали представители, внук, основатели Шесейда Фарма-Сьютикл Компани, приезжал президент, приезжали представители компании Беверли Клаб, которые со стороны японцев. И мы своими глазами, я тоже была на этом событии, мы видели их, встречались с ними. Очень по-японски они вели себя даже на сцене. Вот это их корректность, вот это вот их не основатели, а внука основателя Шесейда Фарма-Сьютикл Компани прозвучала такая фраза, что для них являются такими, кредо в их бизнесе является скромность, качество и уважение к своим партнерам, то есть к нам. Ну что, как вы подтвердите? Ну я не знаю, они должны, наверное, вам на слово поверить. Есть видеоролики, которые на наших воскресных презентациях мы всегда прокручиваем и показываем, как Ли Николай Николаевич посещал этот завод, где изготавливают наше сырье. И когда наши гости смотрят, я всегда обращаю внимание и говорю, вот знак GMP как раз свидетельствует о том, что на этом заводе даже влажность воздуха соответствует мировым стандартам. И если мы вот эти вот, ну так называемые в кавычках противочубные костюмы увидели только, ну не только, не благодаря, а как сказать, из-за коронавируса, наши врачи в ковидных, наши медработники в ковидных отделениях работают в них, где нельзя ни в туалет сходить, ничто, да, то в таких вот подобных костюмах работают все работники Шоссейда Фарма-Сютиков Компании. Это видно на вот таком красочном ролике. Быть может, этот ролик будет подтверждать ваши слова и доказывать, что наша продукция именно с Японии. Да, вот сейчас вот Тауреша пытается, вот показывает как раз она вам этот ролик. Ну, вам надо как-то убеждать, словами говорить, что это действительно. А еще вот подтверждение этих слов, я, что именно с Японии наша продукция, приходили тоже гости на рандеву, молодые ребята, которые обучаются в Китае, и они пытались тоже как бы вникнуть в наш маркетинг, понять суть, и они вот такую нам вещь сказали. Китайцы работают по другому принципу, у них другие кредовые жизни, да, чем у японцев. Если, например, заключить с ними контракт, они один и тот же бар, одну и ту же рецептуру могут выдавать под разными названиями. Мы пришли, заплатили, это называется, например, А, пришел второй человек, заплатил, эта же продукция называется Б, третий называется С, а суть рецептура одна. Это у китайцев так, у японцев не так, у японцев совсем по-другому. Это страна с другой совершенно философией. Они вообще отличаются от всех землян, которые живут на нашей планете. Вы же это понимаете? Ну вот, да, еще на сайте Шосейда говорят, есть в разделе партнеры, там числится компания Беверли Клуб. Да, да. Это можно посмотреть, да, там. Да, да, да. Спасибо большое вам за ответ. Пожалуйста. Если есть еще вопросы, давайте вместе найдем ответы. У нас же структурная школа, мы же, я так смотрю, у вас со мной партнеры зашли к нам. Если какие-то такие каверзные вопросы нам оппоненты задают, вместе давайте поищем ответы. ну вот, если школа у нас еще как бы меня не убрали с эфира, я хочу еще вот тогда поделиться такой информацией насчет ковида. Ведь в начале, когда появился ковид, было ощущение, что он работает, этот вирус, внедряется в наш организм, подобное вирусу гриппа, то есть через органы дыхания попадает через бронхи в легкие, и там уже он разрушает легкие. Но на сегодняшний день всем стало понятно, что это заболевание скорее крови и кровотворной системы, да, и этот вирус, он внедряется не только в легкие, он может поражать любые другие органы, и головной мозг, и плосочки, и печень. Поэтому, когда вы употребляете нашу продукцию, это и минеральный комплекс, это и омега-3, это все влияет на реологию, это меняет реологию, улучшает реологию нашей крови, улучшает кровообращение. Поэтому наша продукция, она стопроцентно является профилактикой для, против, скажем, ну, заразиться, наверное, мы в конечном итоге все заразимся, к этому все идет. Весь вопрос в том, как мы перенесем этот вирус, как мы перенесем эту инфекцию. И вот употребляя наш продукт, можно поднять настолько свой иммунитет, настолько улучшить свою систему кровотока, что можно легко перенести без каких-либо плачевных результатов, так скажем. Выход из этого состояния после перенесения заболевания, реабилитационный период очень тоже длительный. Очень многие люди впадают в депрессию. А наша продукция, она является именно антидепрессантом. На то очень много отзывов от наших партнеров, которые употребляют нашу продукцию. Поэтому смело можете во время рандеву делать акцент именно, что наша продукция помогает легко перенести ковид, или же вообще не заразиться. Но я даже боюсь похвастаться, но примером моя семья, фу-тфу-тфу, все хорошо. Мы с 2019 года непрерывно употребляем эту продукцию. Когда мы слышим вокруг столько плачевных исходов после переболевших ковидом, то, конечно же, мы восхваляем Аллаха, во-первых, во-вторых, именно эту продукцию. Смело рекомендуйте ее всем во время коронавируса. Вот, я как раз еще хотела спросить, а какие еще вам известны результаты применения нашей продукции? Ну, может, какие-то яркие примеры вы можете вспомнить сейчас? Я извиняюсь, да, добрый вечер, дорогая команда, дорогие партнеры. Я извиняюсь, что вмешиваюсь в этот процесс ваш, да, но просто уже хотела бы просто сказать то, что вот я испытала на днях буквально вот про наш продукт. Это к выступлению Алисы Табалдеевны. мы все получили прививки, то есть многие прививились, да, и я в том же числе. И сдав анализ, да, представляете, у меня ноль антител. Вот я попала в этот процент, когда антитела, оказывается, не выработались от прививки у меня. но в то же время и вот весь тот год и этот год я ни одного дня практически не была дома. Я постоянно работала тот весь год, весь год и в этом году весь январь месяц я была в офисе на Снегино, работала каждый день с клиентами, каждый день с партнерами, вот, и не заразилась. И в этом году также и в больнице лежала, и везде все было, да, на работе своей, но я не заразилась. Почему? Потому что я пила постоянно три года подряд вот этот минеральный комплекс. Я тоже хочу сказать в защиту и, ну, как сказать, просто этот продукт волшебный. Я действительно влюблена в этот продукт и благодаря этому продукту вот у меня и у моего супруга не было, мы ни разу не болели коронавирусом. То есть тоже хочу вот донести, если кто-то будет пить постоянно этот продукт, он вот просто будет благодарен. В то же время Айжан Исимбекова Исимбекова она наш партнер, серебряный лидер нашей команды, компании, да, она уехала в Испанию и так получилось, что они всей семьей заболели коронавирусом. И только благодаря нашей продукции они пили на эти по пять, по шесть таблеток кальция постоянно там по какой-то схеме через каждые два часа, да, и Куэнзимфили по две таблетки, и они очень легко прямо вышли из этого состояния. А так у нее, у ее дочери была уже большая температура, и ну было плохо им, тем более это случилось в дороге. Вот, и пользуясь вот этим вот случаем, что я без разрешения лектора вошла, да, я хочу поблагодарить Алию Сатабалдиевну за такой шикарный, за хорошую школу, за знания, которые она дала. Действительно, Алия Сатабалдиевна, вам огромное-огромное спасибо, и всех, кто сегодня с нами, я хочу поблагодарить от души, что наша команда всегда дружная, всегда мы впереди, и всегда мы вместе. Спасибо большое вам. Спасибо, Бахатка Дребаевна, за ваш отзыв, на своем примере вы вот показали, что наша продукция действительно работает, антитела ноль, но вы действительно, когда мы все в глубоком карантине сидели, все аптеки работали, вы были в строю, вы работали, несмотря на это, благодаря нашей продукции, ваш иммунитет справился с этой напастью. Вот, пожалуйста, и таких примеров очень много. Я вообще всегда говорю, что наш организм, он не создан на саморазрушение, это саморегулирующая система, которая при благоприятном исходе готова обновляться. Все клетки нашего организма, они постоянном обновлении. Клетки крови живут 120 дней, самые малые живут клетки внутренней выселки желудка три дня, самые долго живут клетки нашей костной системы десять лет, женский волос, оказывается, одна клеточка женского волоса живет семь лет, а мужской волос почему-то пять лет живет. Вот, поэтому, видите, на протяжении лет, дней, наш организм все время обновляется. И если правильно питаться, если наша еда будет витаминизирована, богатой минералами, если мы будем поддерживать водный баланс, и самое главное, если мы будем вести активный образ жизни, если у нас не будет гиподинамии, если мы будем в движении все время, то наш организм ответит благодарностью и выдержит любое заболевание. Ну и самое главное, конечно же, это мысли, это позитивные мысли. Зауреша. Ой, спасибо, Алиса Завалдеевна. Вы так все хорошо изучили, так все глубоко рассказали, прямо я первый раз такую презентацию слушаю, очень понравилось, огромное спасибо вам. Спасибо вам, Марина, за отзыв тоже. Ну вот, готовьтесь, тоже будете спикером, тоже будете проводить школу. Ой, мне много еще чего надо изучить, прежде чем выступать перед людьми, мне страшно очень, что не отвечу на вопрос, например, ну если только отторобанить презентацию. Надо узнать хотя бы с этого, да, как спикером выступают презентации, которые, да, такие у нас уже с подготовленной информацией, ну вот для этого я провела вот эту школу типичные вопросы-возражения, чтобы быть подготовленными, если вам задают люди и вы не знаете ответ, пишите мне в личку, вместе будем искать ответы, вместе будем глубоко изучать. Но вообще вот самый такой главный ответ, это вот такие моменты, что страна производитель Япония, завод-изготовитель очень серьезный, это Шоссейда Фарма-Сютикал Компани, что это природного происхождения, что мы имеем знак GMP, знак качества, международный знак качества, не все его удостоены. Это, знаете, говорит не только о сырье, о том, что все высоко технологично, вот я не раз приводила этот пример, у нас в Казахстане есть БАДы, которые тоже хорошие сами по себе, но они не могут этот знак GMP получить, потому что у них производительная линия устаревшая, они вот намерены купить это с Италии, и когда это все будет, только после этого, ну, это, не знаю, это надо сколько кругов БАДы, пройти, чтобы этот знак получить, поэтому какой-то каверзный вопрос, всегда делайте ставку на вот эти ключевые моменты, которые я сейчас перечислила, и вы обязательно убедите вашего оппонента и ответите на его вопрос. Да, вот еще вспомнила в связи с этим, многие говорят, а мы пьем БАДы, ну, нас устраивает вот Айхерб, там, или Айхерб, как правильно произносится, там тоже и кальций там со всякими другими микроэлементами, но я им объясняю, что нас что усваивается намного лучше, чем те все, и там куча еще микроэлементов в одной таблице. Здесь, Марина, знаете, просто на вкус и цвет товарищей нет, какой ответ вы можете на последней презентации, предпоследней презентации, где выступал сам Николай Николаевич, вы знаете, что сказал такой вот момент, что сами американцы, американцы, которые производят этот Айхерб, они рады и так они и поступают, они сами покупают японские БАДы и употребляют японские БАДы, поэтому с Японией мало кто может конкурировать, ваш один аргумент весомый, это Япония, здесь уже ничего, это не Китай, это Южная Корея тоже такая страна, которая за качество, но все-таки даже это не Южная Корея, это Япония, поэтому Лай Николаевич сказал, что сами американцы покупают японские БАДы, ну и потом, о чем мы все время говорим, аргумент в пользу нашей продукции, что совсем же это недавно было, совсем недавно было, в 45-м году взрыв Хиросима Нагасаки, атомная радиация, жизненный уровень упал у японцев, средняя продолжительность жизни тоже сократилась до 45-ти, не прошло сколько, даже не век, даже не век, меньше века прошло, и Япония первое место по долгожителям, уровень жизни у них высокий, благодаря их БАДам, говорите этот пример. Спасибо большое. Меня вы убедили на 100% хотя меня не надо убеждать, я это уверена в этом. Да, огромное, Леста Балдина за шикарную школу, спасибо всем, что были с нами, до скорых встреч.